Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добро пожаловать вновь на нашу программу. Мы рассказываем историю Андалюса как части исламской истории. Итак, мусульмане прошлись по югу Франции и вознамерились добраться до ее севера. Они столкнулись с очень многочисленной христианской армией, которая, по мнению многих историков, являлась последним оплотом Европы. Если бы мусульмане одержали победу в этой битве, то Европа бы покорилась им. Если бы они проиграли, то их бы отбросили назад. В это время Карл, предводитель франков, застал мусульман врасплох. Если вас застали врасплох, то становится очень тяжело сражаться. Мусульмане несли с собой большое количество трофеев. Если вы захватили с собой много имущества, то это означает, что вы приготовились сражаться в течение долгого времени. По всей вероятности, мусульмане планировали покорить Европу, а Аллах знает лучше. В связи с тем, что эта битва была непредвиденной, по мнению многих военных стратегов, мусульманам нужно было отказаться от сражения. Они могли бы повернуть вспять, сразиться с оставшимися отрядами, а затем вернуться, чтобы покончить с Карлом. И мы знаем, что в истории были подобные прецеденты. Монголы, о которых мы поговорим позже, славились этим. Они отказывались сражаться с определенными армиями, продолжив свое шествие в другом направлении. Затем они возвращались обратно по своим делам, с целью добить то войско в тех случаях, когда выдавалась такая возможность. И настигали ту армию, когда те не ожидали этого. Тем не менее, мусульмане на этот раз приняли решение сражаться. Итак, они столкнулись с франкской армией, с войском Карла. И они потерпели поражение в силу ряда причин. Во-первых, из-за своих трофеев. Многих из них заботила судьба их трофеев, нежели само сражение. Были ли мусульмане в меньшинстве? Мы часто можем наблюдать, как преувеличиваются числа в исторических источниках. Порой указывается количество, в 10 раз превосходящее то, которое имело место в реальности. Аллах знает лучше, но, кажется, христиане превзошли мусульман своей численностью в этой битве. И мусульманам было известно об этом, потому что они видели, что наверху их поджидала резервная армия христиан. Как только христиане понимали, что они покончили с достаточным количеством мусульман, к ним прибывало подкрепление. И христиане одурачили их. Когда они отступали, мусульмане ложно полагали, что теперь они могут перейти в наступление. Они захватывали трофеи, принадлежащие христианам. Затем между ними завязывалась борьба за эти трофеи. И в этот самый момент христиане настигали их. Это похоже на битву при Ухуде. Все дело в трофеях, либо в жазде власти, либо в алчности. Да. Вы поймете, что это одна из причин поражения. И вы увидите, как эта история повторялась вновь и вновь, вновь и вновь и вновь. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал нам, что мусульмане потеряют свое достоинство тогда, когда они начнут преследовать богатство этого мира, когда они начнут пожинать лихву, когда они начнут гоняться за хвостами коров, то есть когда они начнут преследовать дунью, этот мир. А когда вы гоняетесь за благами этого мира, вы терпите поражение. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, однажды сказал, что наступит время, когда представители других общин набросятся на мусульман. Сподвижники задали ему вопрос, «О посланник Аллаха, это произойдет по причине нашей малочисленности?» Они не могли понять, как такое возможно, чтобы мусульмане потерпели поражение. Они спросили, будет ли это по причине нашей малочисленности? И пророк, да благословит его Аллах и приветствуй, сказал, «Нет, вас будет много в это время». Сподвижники спросили, «В таком случае, почему мы будем повержены?» И он сказал, «Из-за Аль-Вахна». «Что такое Аль-Вахн?» И он ответил, «Любовь к этому миру и неприязнь к смерти». Как раз это и происходит сегодня в мире. Именно это произошло тогда. Именно это произошло в битве при Ухади, в Андалусии, в Италии. Именно это происходит в мире сегодня. Когда мусульмане начинают любить этот мир и гоняться за его благами. Когда они начинают бояться смерти. То есть, когда они боятся умереть ради Аллаха. Умереть мученической смертью. Когда это происходит, за этим следует унижение. До тех пор, пока вы не вернетесь к своей религии. Так что мы видим, что эта битва подпадает под это описание. Мусульмане польстились на трофеи и сокровища и были повержены. Они более желали сражаться за трофеи, нежели ради Аллаха. Возможно, это и произошло в том случае. Когда происходит подобное, мусульмане терпят поражение. По сей день не смолкают спору на эту тему. Если бы мусульмане выиграли битву при Пуатье. По мнению многих, ничто бы не помешало им завоевать оставшуюся часть Европы. Если не ошибаюсь, всего 70 или 80 километров отделяют Пуатье от Парижа. Да. Эти два места были очень близко расположены. Париж в то время не был таким важным городом. Париж в то время был маленькой деревней. Аль-Андалюс был центром Европы. И, конечно, центром Европы он стал во время правления мусульман. Он был лучиком света в темном царстве Средневековья. Мы знаем, что темные века европейской истории наступили после падения Римской империи. Потому что Римская империя сплачивала Европу на протяжении очень долгого времени. С падением Рима не осталось ничего. Затем пришли варвары. Поэтому в народе этот период был известен как темные века. И посреди этой темноты появились мусульмане. И они принесли в Европу свет. Это так, если судить евроцентрично. А если взглянуть на это явление с точки зрения ислама, то для мусульмана не существовало темных веков. Темные века для мусульман это современный период, либо период 300 лет тому назад. Да. То есть вы видите, как ислам вернул свет Европе. И люди стали со всей Европы. И люди со всей Европы, христиане, мусульмане, иудеи, эмигрировали в Андалусию, как в Центр Просвещения, как в место, где люди вольны были исповедовать свою религию. Аль-Андалюс воспринимается как источник света в темные века. И какие изменения произошли на мировой арене после поражения мусульман в этой битве? Мусульманам пришлось отступить. И после этого они уже не переходили в наступление. Никогда больше им не доводилось захватывать Францию. И они остановились на этом? Да, они остановились. Затем они вновь отошли к Пиренеям, которые служили естественной границей. И мусульмане так и не перешли ее впоследствии. Они поддерживали дружественные отношения. Как они добились этого снова? На то было несколько причин. Мы рассмотрим их в наших следующих выпусках. Во-первых, мы должны понимать, что недостаточно просто сформировать армию, потому что если армия разобщена, то она не сможет сражаться. Если эта армия не сражается искренне ради Аллаха, то есть если они преследуют блага этого мира, если они делают это из личной выгоды, то они не будут успешны. Аллах не дарует им блага. Итак, мусульман отбросили назад. И вы помните, как мы говорили о трениях между берберами и арабами? О том, как разные арабские племена поселились в различных городах? Это дало толчок националистическим идеям и послужило источником разногласий среди мусульман. Если вы разобщены, что это влечет за собой? История повторяется. Да, история повторяется. Итак, в это время, и мы вернемся к этой теме позже, мусульмане утратили единство. Помните, как мы говорили о небольшой группе христиан, осевшей на северо-западе Испании? Они постепенно начали атаковать мусульман. Мусульмане стали разобщенными, и у них не было достаточно сил на то, чтобы сразиться с христианами. Итак, они напали на них. И лишь позднее они заставили себя объединиться ради Аллаха. Только когда опасность стала непосредственно угрожать их жизни, они оставили все эти противоречия и объединились с целью сражаться, но затем вновь отступили. Это как во время пророка Мириму, когда он объединил все эти племена, когда с помощью ислама он объединил все эти племена, и они начали покорять мир. Да, когда мусульмане были сплоченными, когда они искренне сражались ради Аллаха, они открыли многие территории. Земли с легкостью покорялись им. Порой эти земли переходили к ним в качестве дара. Например, Аль-Кудс. Там не было пролито ни капли крови. Эту землю передали мусульманам. Они сказали, придите и заберите эту землю, потому что они увидели справедливость мусульман. Таким образом, франки хотели защитить свою землю до того, как на нее придут мусульмане. А мусульмане так ее и не покорили. Да, франки поняли, что им необходимо перейти в наступление. И христиане очень высоко ценят Карла. Сейчас он известен как Карл Мартел. Слово «мартел» происходит от латинского слова «martellus», что означает «молот». То есть они прозвали его Карл Молот, потому что он из всех инструментов Европы, он был единственным, кто обладал силой. Он не нанес поражения мусульманам. Они сами нанесли поражение себе. Конечно, мусульмане сами спровоцировали это. Но христиане расценивают это как защиту, которую Карл предоставил христианам. Карл защитил Европу. Он тот, кто спас их. Они называют его спасителем, потому что они боялись мусульман. Но, как мы увидим позже, они на самом деле питали уважение к мусульманам. Они эмигрировали в мусульманские земли, потому что жизнь во Франции была жалкой. Жизнь в Восточной Европе была жалкой. Люди переселялись в Андалусию с целью получить образование. Аль-Андалус был центром образования. Он был процветающей страной. Интересен тот факт, что некоторые личности, которые были центральными фигурами в предпротестантской Европе, которые явились инициаторами реформации католической церкви, получили образование в исламских странах. В то время люди стекались в исламские страны, чтобы учиться. Это как Америка или Италия в наши дни. Да. Когда они приехали в исламские страны, они обрели свободу вероисповедания. А когда они вернулись домой, то сказали, «У нас нет таких прав, но мы хотим получить это право». Это как во время крестовых походов. Когда мы затронем крестовые походы, мы более подробно остановимся на этом. Крестоносцы в то время были в основном сплоченными. Католики Западной Европы объединились. Они отправились на Ближний Восток, где они узнали о свободе вероисповедания среди населения. Они увидели, как мусульмане читают Коран. Католикам было запрещено читать Библию. Только священнослужители могли читать Библию. Они отправились на Ближний Восток и увидели, как простые мусульмане, как дети читают Коран. Они задались вопросом, «Почему мы не можем прочесть наши книги?» Они вернулись в Европу и подняли восстание против Папы Римского со словами о том, что они имеют право на прочтение священных текстов и на свободу вероисповедания, так же, как это делают мусульмане. Итак, многие люди проводят параллель между реформацией и жизнью в исламских странах. Многие люди полагают, что все эти протестантские реформаторы вдохновились опытом мусульман, который они переняли во время крестовых походов. Аль-Андалус настолько сильно повлиял на них. Вы знаете, есть такой пример. Я вот думаю, приводить его или нет. Адольф Гитлер, личность которого не пользуется популярностью в мире по причине его поступков. Даже Гитлер сказал, «Андалусия — это блестящий пример европейского общества». Он сказал, «Если бы немецкому народу было даровано благо ислама, нежели христианство, мы бы покорили весь мир, мы бы стали благородными». Потому что он знал, что немцы на тот момент были разобщены, так как половина из них была протестантами, а другая половина — католиками. Так как половина из них была протестантами, а другая половина — католиками. Как это странно, что мусульмане верят, что Аллах един, а христиане полагают, что Бог может превратиться в кусок хлеба и быть съеденным. Он сказал, «Кое это грешное убеждение». Он сказал, что если бы им было даровано благо ислама, религия Мухаммада Мирьему, как он называл его, религия, которая воспевает воина, то они покорили бы всю Европу. Он сокрушался по поводу того, что им было даровано нечто иное. Вы увидите, что как раз по этой причине он был очень близок к мусульманам. Я не хочу слишком акцентировать этот момент в связи с тем, что имя Гитлера воспринимается как нечто отрицательное. Но даже он обратил внимание на Андалусию. Он говорил, «Как прекрасен пример Аль-Андалуса, в котором все люди жили в согласии в результате исламского влияния». И многие историки говорят о том же. Многие истории говорят о конвивенции, то есть о сосуществовании, когда иудеи, мусульмане и христиане учились вместе. И вы поймете, что иудаизм приобрел свой законченный вид в Андалусии. Каббала, еврейская священная книга, была написана в Андалусии. Это были произведения, составившие основу Каббалы, как религиозного течения. Она возникла под влиянием суфизма. Она была написана в Андалусии? Да, Каббала была написана в Андалусии. На ее написание иудеев сподвигли многие суфийские произведения. Основы веры иудеев были расписаны Рабби Моше бен Маймоном, Маймонидом, который перенял этого мусульман. У мусульман есть основы веры. Он прямым образом перенял этого мусульман. И так, Андалусия стала местом взаимоуважения и гармонии. Но, конечно, у этого был свой срок. Это было введение в покорение Андалусии. В следующих эпизодах мы поговорим об Андалусии в период ее расцвета. А в последнем выпуске мы узнаем о том, как пал андалузский халифат. Да благословит Аллах всех тех, кто принимал участие в этой дискуссии и зрителей этой передачи. Мы надеемся, что вы извлекли из нее такую же пользу, как и мы. Мы с нетерпением ждем, что вы присоединитесь к нам во время трансляции наших следующих выпусков, где мы поговорим о других аспектах жизни в Андалусии и исламском мире. Да благословит Аллах всех вас. Саламу алейкум в рахмату Аллахи в баракату.